Похожими играми на сегодняшнюю новинку, Steam называет такие шедевры, как Ведьмак 3, Elden Ring, Disco Elysium и A Plague Tale Requiem. Представляю вашему вниманию средневековую готику с нелинейным сюжетом под названием The Inquisitor. Что означает Inquisitor? Релиз этой одиночной игры запланирован на 2023 год. Русский язык заявлен. Вот что гласит описание, цитирую. Бог спустился и отомстил всем неверующим. Полторы тысячи лет спустя армия инквизиторов огнем и мечом охраняет веру. В этой приключенческой игре жанра темная фэнтези вы примерите на себя роль инквизитора, Мордимира Мадердина, и будете распутывать сложные случаи, по пути раскрывая страшные тайны. The Inquisitor – это сюжетная, приключенческая игра жанра темная фэнтези с элементами экшенов, которые вы столкнетесь со сложными моральными дилеммами. Действие разворачивается в альтернативной, религиозной вселенной. Источником вдохновения послужили бестселлеры из серии Инквизитор Яцика Пеккары. Бога поглотил гнев, он освободился и обрушил мстительную ярость на всех неверующих. Прошли столетия, и вот уже армия фанатичных инквизиторов огнем и мечом охраняет веру. Вы, Мордимир Мадердин, инквизитор на службе Бога, вас посылают в погрязший в грехе город Кёнингштайн, где творится нечто загадочное. Распутывайте таинственные случаи и расследуйте преступления отступников от веры, в то же время выясняя истину об ужасном зле, что пытается проникнуть в мир живых из другого измерения. Станьте священным судьей и единственным присяжным. Роль инквизитора – поддерживать порядок и охранять веру Божию. Но мир полон грешников, которые отклонились от праведного пути. Решайте судьбы подозреваемых, распутывая множество историй с захватывающим сюжетом и выполняя задачи. В этом мире мораль и верные решения давным-давно находятся на разных концах шкалы. Кем же вы будете? Милосердным судьей или бесстрастным поборником закона Божия? Нелинейная история с серой моралью. Это темная и жестокая история, в центре которой религия. Делайте сложный моральный выбор, меняя ход истории и создавая новые сюжетные ветки. Выбирайте свой путь и решайте, каким инквизитором вы будете – полным сострадания или мечтающим лишь о возмездии. Какой след вы оставите в мире? Праведное расследование. Мордимир обладает уникальными умениями и способностями, которые помогут ему расследовать самые разные происшествия и преступления в Кёнингштайне. Выслеживайте и допрашивайте преступников. Открывайте тайны города и его обитателей. Сопоставляйте доказательства и выносите окончательный приговор. Погрузитесь в подмирье. Никто не знает, что Мордимир способен входить в загадочное подмирье. Там он может раскрыть те секреты, которые подозреваемые пытались схоронить в самых потаенных уголках души. Но при входе в этот мир вы страшно рискуете, ибо там правит темная сила, которая сделает все возможное, чтобы уничтожить чужака, посмевшего вступить в ее владение. Допрос с пристрастием. 16 век. Жестокая эпоха, когда справедливости добивались силой. Инквизитор имеет право использовать любые инструменты и методы, чтобы убедить подозреваемых рассказать правду. Корни этих необязательных допросов уходят во времена реальной инквизиции. Вам решать, какие именно способы использовать, чтобы разговорить подозреваемых. Полностью проработанная система боя мечом обозначает, что в тех или иных эпизодах мы позволим или даже потребуем использовать грубую силу. «Освойте фехтовальные приемы, найдите слабые места противника и обратите слабости против него самого». Конец цитаты. Системные требования не объявлены, но, судя по графике, они должны быть адекватными. Хотя, будем честны, у большинства компьютеры далеки от среднего. Думаю, ААА-проекты, которые Steam показывает в похожих играх, вынесены туда кривыми алгоритмами или разработчиками игры. И все же меня привлекает в данной игре обещание нелинейного сюжета. Хотелось бы поменьше фэнтези и побольше реализма. Других проектов в Steam у разработчика The Dust S.A. я не нашел, но издатель взялся за игру довольно мажорной, Калипсо Медиа. Самые известные франшизы которых Тропика, Коммандос, Дисцайплс и некоторые другие. Предварительные оценки. Музыка и интерфейс не ясны, в том числе и с трейлеров. А вот графика весьма посредственная, хотя вроде бы лицевые анимации присутствуют. Возможно проблема в каком-то фильтре, который наложили. Оценка пятерка. Кроме возможности выбора о геймплее недостаточно информации. То же самое касается режимов и сложности. Сюжет предварительно на 8,5 по 10-бальной шкале. За саму идею и нелинейность. Персонажи не ясны, а новизна, опять же, если не брать сюжетку, то думаю, что отсутствует, но не буду забегать вперед. Игра может быть хорошей, даже если в ней используются всем хорошо знакомые механики. Такие игры про сюжет. Какие у вас предварительные впечатления? Кто в лайк и коммент молодец, а видосик у конец.